Здравствуйте, еще раз. Вы готовы именно сейчас, есть время поговорить под запись? Ну, я молодой пенсионер, я не знаю, одна как бы, наверное, история такая, но для меня, допустим, она была, скажем так, каким-то толчком в жизни, что после этого я немножко зашел в YouTube, посмотрел все, ну, в общем, и стал интересоваться работать железом, стал интересоваться, но для себя он много полезного извлек, что я диктую все. Так, вы будете, у меня такой принцип, говорите все, что вас бредет в голову, а мое дело записать, но преамбула должна быть. Итак, час назад мне позвонили, я был занят другим фильмом, вот, вот, но меня заинтересовала ваши слова Алтай. Я включил компьютер, включил запись, и сейчас я листаю страницы великолепной природы Алтая. так, у меня с Алтаем, я решил так, вот, все, что хотите, говорите, я просто немножко иногда буду листать эти страницы шикарной природы. Вы знаете, что? В общем, у меня, друзья, все сами, я в Казахстане, в северном Павлодар, ну, а друзья, как бы, и детство осталось на Алтае, поэтому мы ежегодно выезжаем на отдых, ежегодно наезжаем и выезжаем на отдых. И в девятнадцатом году, значит, попросил меня мой друг седать в республику Алтай, в республику Алтай, это подмонгольскую границу. Значит, у него там живет сослуживец, сослуживец, это поселок, поселок, районный центр в горах, на высоте примерно, наверное, больше, чем полторы тысячи метров Усть-Кокса. Ну, примечательен тем, что там вот река Алтай сливается с Катунью, ну, и там как бы ее тут, дальше получается пуп. В общем, и я случайно вечером сели общались, и краем уха я краем в ухо, что, в общем, его друг мне сказал то, что там у них недалеко живут знакомые, и у них есть абрикосы. У них есть абрикосы, очень хорошие, и плод носят. Но я как бы про себя ответил, думаю, климат-то у них пожудче, чем у нас, пожудче, чем у нас, и все-таки высококорье, ну, и, в общем, ну, где-то в голове отложилось. В общем, а некоторое время спустя занялся, стал продвинутым, вообще, я провел интернет, на ютубе нашел ролик Усть-Кокса и абрикосы. В общем, и женщина полностью выложила ролик, вот у нее, что, в общем, помощь у нас с урожаем показала эти абрикосы, сказала, что абрикосы жили с Красноярска, жили с Красноярска, а сама... Утащим сразу, с Красноярского края. Ну, я, я, да, с Красноярского края, Шушинского, да? Да, Шушинский район. Да, ну, в общем, и суть-то была такая, что она сказала, что зима была очень жесткая, больше десяти дней стояла минус сорок и ниже, даже за сорок пять заходила. В общем, все абрикосы жилые и великолепно плотночат. В общем, и после этого я в ютубе, по-моему, пару раз еще сталкивался вот с этим роликом. Ну, и после этого, я думаю, что... Вот посмотрел, я нашел садовода Железова, Железова, и понемногу стал интересоваться. Ну, в общем, для себя сделал очень много выводов, очень много выводов. Ну, далеко с чем вы знаете, как бы, я считаю, что вообще во многих вещах вообще перенетар и первооткрыватель, и первооткрыватель. Ну, вот я, что для себя, возможно, как бы загорелся тоже абрикосами и пенсиками. Ну, уже пенсия, тут уже пандемия была. Еще хотел ехать к вам, хотел к вам ехать. И еще раз, что не получалось, то одно мешало, то другое. Ну, потихоньку, поболей, ну, вот как бы с пенсиками абрикосами понял, что уже надо. Не вытяну, ни здоровья не хватит, ни времени не хватит. Еще раз, что... Так, 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 так. У меня 56 лет сожгли промышленный сад. И с 56... И с 2006 года сожгли в 2005. Мне было 55. 55. Я после этого взялся серьезно. Промышленный сад это совсем другое. Вот. И с 55. А вам... Я начал по новой, как селекционер. А вам сколько? Ну, мне сейчас уже 65. Уже все. Я уже... Ну, а мне 73. Рядом со мной еще мальчишка. А я собираюсь, вот, буквально через неделю собираюсь прививать новые сорта абрикосов, которые даже для меня пока недостижимы. Весь юг перебирается... Весь юг перебирается в Сибирь. По-баленьку. Ну, вот я, как бы, садоводством, у меня было, наверное, три захода. Было три захода. Советские, которые, вот, брали мы, это 80-е годы, нам, девчонка, скажем так, подоглава дачу. Мы без особого желания, без особого желания отдавшим, было белые дали, какие-то груши. В общем, что-то посадили. В общем, они, я так скажу, что неплохо подоносили. Ну, потом, начало двухтысячных были жёсткие морозы, практически всё повымерзало. Ну, и я решил обновить всё это дело. В общем, информации такой тогда не было. Ютуба, книжек, всё это, ничего не было. В общем, пошёл там, нашёл по адресу, где подноют саженцы. В общем, купил двухметровые хлысты, Сомска все, Сомска все, и мельба там, и белый налив, и всё такое купили-купили. В общем, лет пять я выращивал, они у меня благополучно. Год растут, год замерзают. Год растут, год замерзают. В общем, вот, выкинул. Немножко позже второй заход. Потом, давай интересоваться, в чём дело. В чём дело, ещё раз, что... Ну, в общем, понял, что южные саженцы на севере не растут. Не растут. И те науки, которые, например, чуть фуржура, которые применяются на юге, для севера, они тоже непримедимы. Ну, а потом нашёл вас, который уже стал немножко заниматься ютубом. Первое, на что попал — обрезка деревьев. В общем, я... Потому что у меня остались советские, и подросли новые. Я благополучно их обрезал. В общем, два дерева погибло. Два дерева погибло. Одно болеет до сих пор. Одно болеет до сих пор. Но потом я стал, скажем так, ещё умнее. Умнее. Я обрезал следующий год я правильно. В общем, результат примерно тот же, ещё раз. В общем, после этого я стал ещё дальше ковыряться, копаться. Но и понял, что всё это дело гиблое. Дело гиблое. В общем, перешёл на вашу методику. Вот те, которые груши и яблони, в принципе, у меня сейчас растут все. Я вообще их практически не трогаю. Не трогаю. Они все с урожаем, с урожаем. Но хочу сказать, что, наверное, в 19-м году до нас доехать не мог. В общем, с барна у нас питомника тоже взял. Наверное, около 10 саженцев яблонь и груш. В общем, груши все благополучно замёрзли. Хотя, допустим, те годы, но за 35 у нас мороза не было. Но у нас климат примерно близкий к вашему, что у нас зима практически бесснежная. Мало очень снега. Снег бывает, что выпадает и в конце декабря, и в январе. Или вообще его мало. Или вообще его мало. Так что он не спасает. Вот яблони остались. А яблони потом уже нашёл глаз. В общем, заразились чёрным раком. Болеют. Болеют. Ну, потихонечку вот смотрю, наверное. Или их выкину, наверное. Или их выкину. Или, может быть, не знаю, какие-то там другие варианты будут. Этот год ещё посмотрю. Ну, а теперь, как бы, ну, уже, не знаю, на критике облегнуться, наверное, не хватит. Ну, хотя вот яблони груши сливые. Яблони груши сливые. Думаю, что это самое... Ваши санта, которые... Ну, хочется на старости лет хотя бы... Своё... Пятьдесят шесть лет. Пятьдесят шесть лет. Пятьдесят шесть лет. Боже мой. Какой для меня это такая молодость. Валерий Константинович, у меня ещё один пример такой, знаете. В общем, у нас здесь, как бы, садоводство такое, что... Много груши, значит. Вот, когда он помёрзло всё, потом с водой проблемы были. И, знаете, для меня, вот, как бы, самый такой наглядный был пример вашей методики. В общем, соседняя дача брошенная, и на ней низкая яблонь и груши. И они их почему-то никогда не плодоносили. В общем, какие-то благополучно замёрзли. В общем, яблоня и груша остались. Но груша была без плодов. В общем, я собрался на эту... Сошёл на эту дачу. В общем, у груши благополучно отствовала по корневую шейку. Открёб землю, расчистил всё. И вот после этого уже лет пять-шесть она даёт такие урожаи, что хватает и нам, и соседям, и прижим, и приезжим. Вы спасли корневую шейку или мне это... мерещится в эти слова? Вы спасли корневую шейку груши? Она была под землёй, была под землёй корневая шейка. Я отгрёб практически игру до первых корней, до первых корней. И после этого те яблоня уже лет пять-шесть уже, она практически груша, вернее. Тут плаворосит столько много, столько обильно, и ежегодно не пропускает, что, в общем, урожая хватает на всех. На всех. Вот это вот наглядный пример был, что как бы это самое... Это вы... я перебью. Наши люди слушают. Это вы использовали в любой приём, если у вас проблемы. Вот. Но у вас, ладно, по отношениям. Если у груши начинают отсыхать верхние ветки, чернеть листья, желтеть, пропускают урожаи. Я всегда говорю, что, помните? Становитесь, не туда глядите и бегом в это, сто литров яду вылить на неё. Нет. И не калечи дерево, а становиться на колени, помните мои слова, и разгребайте корневую шейку. Так было? Всё, всё, всё. Да, да, да. А крап, в общем, ну, это как бы такой самый наглядный пример. Самый наглядный пример. Ну, да, один был и второй, я говорю, с обрезкой. Ещё я обрезом умудрился осенью. Осенью. В общем, была хорошая яблая и хорошая груша. В общем, они у меня погибли после этой обрезки. Зима была более-менее такая тяжёлая, жёсткая, с морозами. В общем, не выжили. Не выжили. Ну, сейчас вот с кем есть, я общаюсь и говорю ещё раз. Говорю ещё раз. Кому-то подсказываю, у кого есть ещё раз что. Ну, вы знаете, ещё одно наблюдение, мне буквально жена сказала. Я говорю, интересно же, в советское время, 70-е, 80-е годы, ну, ещё и часть 90-х. Но урожай, яблок и груш была достаточно мановка. Она говорит, это значит, что тогда не было Ютуба и Интернета, где никто не призывал. Это главная беда, которая пришла в Россию. Не морозы, а помойка, интернет-помойка. Вы знаете, я вам пожалуюсь. Если бы были только мои статьи, когда-то газеты при меня печатали, у меня больше 400 статей за всё время. Они погоду не сделали, те люди уже их на свете нет. Или они глубокие старики, мои читатели. А сейчас что получилось? Я про обрезку. И ещё тысячу человек про обрезку. Там как уничтожать, а тысяча первая моя статья как спасать. Или, вернее, мой фильм. Утонули в помойке мои материалы. Утонули, вот я вам жалуюсь. Поэтому у меня выхода нет. Пока там министр сельского хозяйства, которому подарил я книгу, но он её вряд ли читал. Лукашенко, книгу он тоже не читал. Путину подарил книги, тоже не читал. Пока не будет там президент Академии наук. Я не стал дарить книгу, они меняются как перчатки. Пока кто-то из них не скажет, чтобы все бросились читать мои материалы и слушать. Не будет в стране садов. А вам спасибо, вы меня подняли настроение. Я вот в предыдущем фильме жаловался. Но я снова вам огромное спасибо. И если я хотя бы выращу ещё нормальные кружи яблони сливы... Начинайте с абрикосов. Через четыре года вы будете всё равно моложе меня. Всё равно у вас будут это. Начинайте с абрикосов. У меня в этом году просто сенсация. Я купаюсь, у людей везде всходят мои абрикосы, всходят, всходят. Сотни тысячи, сотни тысячи. А вы говорите, вам что, трудно это? Скажите, Константинович, ты сказал, за пол сыны продашь. Именно мне, именно абрикосы. Поймите, с этого начинать надо. А абрикосы, это потом приведут на них першики. Так они, першики, замёрзли. У вас там, в Казахстане, на Алтае. А вы привьёте на абрикосы, на мои, и не замёрзнут. Поняли? Понял. Это я всем говорю. Это я использую вас, как повод сказать. Ещё не поздно. Вот. Сегодня какая у вас температура? Ночью какая была температура? А вы знаете ещё? У нас после пятнадцати тепла пришла зима. О! Выпал снег. Выпал снег. Десять мороза. Десять мороза ночью. Но в нём всё стоит в воде. У нас зимой столько снега не было, вот сколько сейчас выпало. Чуть не по колено. Чуть не по колено. Вот, вот, вы про меня рассказываете. Ещё не поздно. Я не могу даже прививку начать. Я не могу ни в каких косточек себе посадить. Вот. Самое время заказывать косточки, черенки, косточки, семечки. А вы, а это, я вам за пол цены предлагаю абрикосовые косточки. Подумайте. Вам как с автором. Подумайте. Я говорю, ну у нас, вот погода у нас как бы, если вы на Раблифиде там интересуетесь Омск. У нас примерно с Омском. Я вот сейчас смотрю, там у женщины тоже брал и саженцы, и малины, и клубники, и ежевики. Вот три года её уже занимаешь, потихонечку всё это дело идёт ещё. У нас примерно погода, у них неделя разница. У нас чуть теплее, чуть теплее. У Омск похладнее. Ну а Парнаулы, как мне сказать, в горах, в Новосибирск ещё раз, в горах, в лесу, у них, конечно, намного холоднее, чем у нас. Намного холоднее. И снега больше у них. И снега больше. Поэтому я вот, чтобы сориентироваться, сориентироваться, как чёки. В общем, вот такие дела. Вы мне телефон невецкий дадите? Восемь. А, насчёт готовых саженцев. Готовых. Кстати, их уже нету. Теперь только на осень заказы принимают. Не на эту весну, а на осень. Тем не менее, меня всё слушают, поэтому я об чём говорю. Телефон невецкий Татьяна Александровна. Железова. Железова, подчёркиваю. Значит, восемь девятьсот тринадцать четыреста сорок четыре. Девятьсот тринадцать, четыре сто сорок четыре. Тридцать один. Тридцать один. Семьдесят восемь. На весну, да, на весну. Ну, еще будет осень Но это год терять Я бы на вашем месте Многие говорят, у себя год подожду, готовый куплю Но любой пересаженный саженец Это калека, я не отговариваю Я же сам у себя пересаживаю Но я делаю сильнейшую обрезку Пол кроны, две трети кроны Вот, и у меня никогда ничего не погибает Но все-таки год теряется Согласитесь? Ну, конечно, да Ну, вы знаете, я говорю Я за три захода Тут, наверное, середина, наверное, с конца девяностых Надеялось двух тысяч Я два раза покупал эти саженцы Одни, наверное, южные, одни Ну, скорее всего, южные И знаете, что еще вообще интересно поражает Люди, скорее всего, мне кажется Не просто возвращаетесь, ругаетесь Они просто не знают Как и что делать Прошло я по всем дачам, по соседским После вашего какого-то ролика В общем, посмотрел, как саженцы все Яблони, груши Все выкапывают яму Яму глубокую-приклубокую Туда саженец Туда накладывают Перекной и всего остального В общем, зарывают как можно глубже Зарывают как можно глубже И ждут потом урожая Ждут и ждут А его и нет, и нет еще раз что И нет, и нет А вот как бы это самое Сейчас он у нас в светофоре В магазине торгует яблоками Алматинскими С юга привезли яблоки И привезли саженцы оттуда Привезли саженцы Я говорю, ну, слушайте Вы продаете людям, говорите Ну, они же здесь расти не будут Почему не будут? Я говорю, ну, потому что здесь север А там у вас щук Ваши заразы Будут, я вот и не буду Они расти Ну, люди просто не знают И покупают Покупают Но я сам два раза ведет Прокололся на этом деле Ой, ой, ой Вот такие вот дела Вот такие вот дела Ну, вам вообще огромная благодарность За все еще Вы все равно как бы Продвигаете Люди вот сейчас Многие смотрят Интересуются Ну, я вот сейчас смотрю Сейчас у нас тут В магазинах появилось Много саженцев С Новосибирска С Омска Как-то мне кажется Районированные Более-менее Откуда? Люди интересуются С Омска С Новосибирска Да, и потом я беру Набираю Извините Полное Вы меня опять зацепили Полное название Говорить не буду Вот Омский плодопитомник Ну, если там не один И там открываю Я и любуюсь Внимание Я любуюсь на Саженцы Черешни Но там Где только Жменька Плодов черешни А она И снова черешня И снова черешня И сорта разные Она подразумевает Что в Омске Есть черешневый сад А там нету Черешневого сада Понимаете? Понимаю Обман везде Сплошной У нас У нас В магазине Светофор Или Симафор Забыл Светофор Вот Огромные Два с половиной метровые Саженцы стоят И умирают Стоят неделями Если уже не месяцами Вся страна Заваренная Это юг Не может Потому что В Сибири Вырасти Такой саженец Невозможно За один год И даже За два Сходя сегодня Да Они больше Вытянутые Моей руки А толщина штамба Как мои пальцы А только руки стоят Целые Камазы Целые Камазы Это с юга Продают С юга Все С юга Все Ну не знаю Или обманывают Или может быть Ну Меня жена Что-то не верить А все равно Они врут Они знают Что они Расти не будут Ну Может быть По незнанию Может быть Вот так Еще раз Ну И люди покупают Самое главное А у них выбора нету Выбора нету Ну это же Ну вы знаете Я вот С Барнового Гру делал С Питунка С Лисовенко Взял С Лисовенко Взял Груши Каратаевская Два раза Завернула Но сейчас Пошла А остальные Которые Они вообще Завернули Ну Минус 35 Было Два раза Завернула Ой Если сами Не вырастите Каратаевская Она не сладкая Очень беда Она техническая Ко мне приезжал Специалист Из Алтайского Из этого Из института Имени Лисовенко То ли Аспирант То ли Кандидат наук Я не знаю Вот Я говорю всем Потому что Остановились Зациклились На своих Собственных Сортах Ну не получается Они полукультурные У них нет Вкуса Совершенно У них есть Другое Когда он Приехал Я его водил Я рассказывал Не раз У меня есть фотография С этим товарищем Его привез Доскобилов Мой друг Кандидат наук Который Я уже не раз Рассказывал И мы ходим По саду Свидетель Доскобилов Кандидат наук На тот момент Заведующий Лабораторией Вот Институтской И Представляете Я вам рассказываю Почему Потому что Оно не получается Толком Люди Выращивают Кушать нельзя Я вожу 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 Я угощал 10-15 Сортами Груш Больше он не смог Пихнуть себя Так Вот Я перечисляю Наша Отечественная Суперсорта Пусть с ней не бывает Яковлева Память Яковлева Осенняя Яковлева Нарядная Ефимова Это заметили Попробием Это наши Родные Вот Потом Конечно же Лесная красавица Бельки Это не сорт Это сказка Гигант Подмосковья Видимо народный сорт Его нет нигде А груши 500 граммовые И вкусноты Необыкновенные Дальше продолжать Лада Это самое Господи Сейчас там Ну под названием Воронежская Еще 10 пальцев Загну Да Когда Да Среднерусская У меня вот это убило Что груша Среднерусская Как он говорит В растерянности Закачиваем обход Я это И вдруг он мне говорит Вот это Товарищ Еще раз Из Барнаула Что он мне сказал Я не слышал Ни разу Про эти сорта Какими сортами Не занимались Вот когда упомянули Каратайскую Тут-то мне отошло Да вот Из этой У них самая лучшая Груша Знаете какая Сварог А я знаю Одного и завтра Сварога Я с ней дружу Видите как Тесен мир Вот Ну что ты будешь Делать У нее Один из У сварога Один из родителей Дикая Уссурийская Груша Догадайтесь какой Куш Молодое дерево Огромные плоды Сок Прям бежит По 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 подбородку Когда ты ешь Большой урожай Невозможность Бавиться Как большой урожай Чуть-чуть постарше Есть невозможность Вот Представляете Это их предел Человек Ученый Не знал Что эти Самые Ходовые Для нас Сартанцы Уже в Сибири У меня там У Чернобаева Там У этих ребят Всех у нас Как же так получилось Вот А они же Царницами торгуют А человек 5-6 лет Растит царженец А есть невозможно Знаете как обидно Людям Это касается Из знаменитого Уральского Плодопитомника Не 5-6 А 10 лет Что-то Сама Вот Представляете Я сам Он замерзает Год Год Замерзает Год Отходит Ну на 6-й год Выкидывал все Я спрашивал Да Я вообще Я всю жизнь проработал в спорте Теперь всю жизнь проработал в спорте Вы знаете Сейчас ситуация С незнанием С незнанием Она такая Везде Люди Интересуются Очень глубоко Очень поверхностно Не вникают Еще раз Буквально Такая вот История К нам Когда она отношения Не имеет То она имеет отношение К поколениям У нас Проблема В том и случилось С сантехниками Вызвали С горного Водоканала Пришли Они Разбираются Но все Пожилые Пожилые Спрашиваю У вас Я говорю А вы что Мужки такие Все Как бы Пенсионеры Он говорит А молодые Безуту Вообще Делать Ничего Не могут Делать Ничего Не могут И как Потом Если Трудит Как Будет Дальше Я Говорит Не знаю Но это Примерно И в садоводстве Так же Еще Хуже Тут Сам А попробуй Сам Вырастисать Ладно У нас Надо заканчиваться Разговор Вы поверите Сейчас будет Третий фильм Будет Второй У меня А я думал Ну отдохну Сегодня Вчера Вебинар Провел Но я доволен Этим разговором Потому что Алтай Это моя любовь Хотя Я ни разу Там не был Акруто Съедете Обязательно Семенский перевал За Семенский перевал Туда Еще один Перевал Есть Там Но Красоты Неописуемые Я хоть Сам Оттуда Район Белокурихи Вот так Как Предгорья А дальше Будет Сказка Другой Миф Вообще Другой Вам спасибо Огромное Вам спасибо Огромное Знаешь Что Я сейчас Погрызываю Я у тебя Приеду Хорошо Смотрите Сюда Ускоки Где Мои Плодоносят Якобы Мои Абрикосы И не думают Вымерзать Вот Вы там Добывайте Так Это Совет Не именно Вам А тем Кто меня Слышит Сейчас Срочно Косточки Манджурских Абрикосов Сыновей Манджурских Они у меня Полностью Срексированы Схожесть Такая Что У меня В банке Уже Лопаются Хотя Температура Плюс Два Лопаются Косточки Часть И вот Получается Первый Этап А потом Вот тот Искок И перед Людьми Встать На колени Предложить Любые Деньги И уже У них Нарезать Черенки Если Рядом С вами Я надеюсь Что Они Станут Продавать Черенки Косточки И сахарцы Вот Те Неведомые Нам люди Искок У которых Якобы Мои Кладоносят Вы знаете Я не Думаю Что Они Живут Другими Интересами Чисто Для себя Во-первых Я даже Не знаю Это знаете Там Просто Приезжаешь Оттуда Еще Путь На Перуху И дальше Ничего Нет Не торок Не торок Никаких Это самое Только Или По рекам Или На лошадях Или Пешком Пешком Ну Не знаю Конечно Чё 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 Я бы Знаешь Что Сделал Если бы Среди нас Был Хотя бы Один Олигарх Который Был Вложил Хотя бы Миллион Десять Миллионов Рублей Выкупил Бо У меня Часть Этого Бесценного Сокровища Напаса И по Алтайским Горам По Саянским Горам По Уральским Горам Рассадил Бы Прямо Там Потому Что Если Могут Они Расти Всех Аталинских Горах Это Во мне Это Не Армен Не Кавказские Горы И Тиньшань Вот Это Именно Всех Аталинские Они Тут Спокойно Жили Вот И Люди Ездили В Тайбу Так же Как Сейчас За Кедровыми Орехами Вот Эта мечта Уже Точно Не сбывшаяся Надо В садах Вырастить Не мог В предыдущем Фильме Такое Страшные Вещи Мужик Рассказывал Каждый Год Режь Центральный Корень Отрежь Научили Его Представляете Вот Три раза Перешади Три раза Перешади Так Нам Надо Заканчивать У меня Сейчас Запись Сама Становится Так Еще Раз Как Вас Зовут Я Памяти Нету Ничем Александр Сергеевич Глушков Глушков Александр Сергеевич Александр Сергеевич Каждый раз Будете Говорить Я тут Самый Фильм Снимали Я Казахстанец С Алтая Просто Памяти Нет У меня Каждый День Такие Мероприятия Вот И Я С вами Прощаюсь Сейчас Остановится Сейчас Все равно Остановится Запись Все Спасибо Огромное За науку Спасибо Огромное За жизнь Еще раз В общем Я считаю Что Вы Дело Делаете Огромное Такое Что Как бы Для Людей Еще раз Надо Донести Надо Донести Это Спасибо Спасибо Брат Всего вам хорошего Всего вам хорошего Всего-всего Буду звонить В отношении Детский Хорошо Пока До свидания До свидания